Есть ли что-то, что максимально и сильно убивает счастье человека? Да, вы должны знать врага в лицо. Счастье человеку убивается двумя качествами. Это злость и ложь. Это есть настоящее зло. Человек, которому плохо, должен постоянно помнить и знать о том, что два основных качества, разрушающие человеческую судьбу, делающие судьбу невыносимой, делающие судьбу плохой, это наши два качества, злость и ложь. Если вы находитесь в очень плохом состоянии, финансовом, материальном или еще каком-то, помните, контролируйте и устраняйте у себя омрачение в виде злости или проявления злости к себе и к окружающим, а также лжи в виде проявления этой лжи к себе и окружающим. Будда говорил в свое время, он говорил, добродетель спасет мир, но это перефразировал. На самом деле это был неправильный перевод. Маршака, да? На самом деле правильный перевод звучал так. Добро или доброта победит зло или спасет этот мир. Я хочу еще раз сказать эти слова. Я всегда говорил об этих словах, говорю об этом часто в школе. Доброта, она спасет мир. Доброта и нежелание врать. Желание быть честным, желание быть добрым, особенно по отношению к близким людям, нежелание лжи может привести к тому, что мир может быть полностью на 100% изменен в лучшую сторону. Я уже говорил об этом, хочу еще раз сказать. Почему в наших странах люди плохо живут? Этому объяснение есть. Люди постоянно настроены, ну не все, но есть такие люди, их большинство, которые настроены все время где-то кого-то обмануть. То есть они стараются обмануть финансово, обвешивая, радуясь тому, что они где-то там вынесли что-то из магазина, или там как-то хамылем замулили, или у кого-нибудь где-то что-то украли, или где-то там как-то... Стараются это делать постоянно. То есть это и взрослые люди, и молодые люди уже, знаете, становится как бы нормальным деление, деление там, когда люди между собой общаются, говорят, а вот недавно там лоха развел, и там, а, там, обмануть по телефону, или обмануть там сообщение каком-то, или обмануть еще где-то. Это нормальный процесс. То есть этот обман, он постоянно происходит. Конечно же, такой социум, он выращивает людей, которые идут под социальной лестницей, становясь в дальнейшем людьми, которые управляют странами, или управляют нашими странами. Скажите, если они росли в социуме, где все обманывали друг друга, то, став руководителями стран, они разве будут другими? И мои ученики обычно говорят, Андрей Андреевич, мы вас никогда не обманывали. Я обычно говорю, зачем врать? Ведь смотрите, насколько банально, или насколько это гадко звучит. Многие люди, которые обучаются у меня, своровали у меня мой инфопродукт. То есть взяли, скачали бесплатно, или взяли и украли его там складчик, или еще где-то. То есть даже за духовными знаниями человек лезет и старается обмануть даже своего собственного учителя. То есть это что? Путь, который в дальнейшем должен дать человеку магическое могущество. И после этого человек к чему должен прийти? И к тому, чтобы его обманывали потом его ученики. Я, конечно, не расстраиваюсь из-за этого. А почему так происходит? Я хочу вам как бы еще раз напомнить. Я совершенно безвозмездно и этим не кичусь выложил первые ступени школы Кайлас старых лет. Когда человек проходит эти ступени, я даю ряд методов, которые помогают человеку материально вырасти. После этого человек не должен у меня воровать. Он должен отработать те идеи, которые я даю в первой и второй бесплатной ступени, выложенной в YouTube. Даю методы, которые могут помочь человеку существенно увеличить свое материальное благополучие. Вот после того, когда он существенно увеличивает материальное благополучие, у него появляется возможность покупать в дальнейшем мои платные семинары. А у нас происходит наоборот. Мне понравился дуйко первая, вторая ступень, но я хочу платные, теперь я хочу их складчину своровать. Это нехорошо. Высокая духовность начинается без лжи. Она начинается с персональной внутренней струны или внутреннего стержня, когда человек опирается на это, когда у человека есть четкое понимание своих ценностей внутренних, которые являются его опорой, от которых он отталкивается и за счет которых он строит свою судьбу, свою жизнь, свое понимание мира и так далее. Плохо, если в этом всем находится злость, обман и ложь даже по отношению к своему учению. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова